часть 2 посиделок то ли в машине то ли за рулем заработки или как это все происходит и какие заработки естественно не могу сказать вам за всю европу но чем выше внутренний валовый продукт тем круче живут люди я это придумал закон экономики так мы немножко об этом не об этом немножко так прочесть в сердце европы ну или плюс-минус сердце европы может там что-то захватим какие близлежащие страны сталкивался так первоначально когда вы попадаете в зависимость от того как вы приехали да если это все легально и предприятие большое у вас заинтересовано и вы именно приехали на предприятие работаете на предприятие то вплоть до того что есть куратор с вашим языком там с русским или с украинским плюс само предприятие вам оплачивает курсы но в зависимости конечно предприятие знаю там у кого как у кого и раз в неделю естественно добровольно вас никто не заставляет но плюсик будет вам если вы будете ходить это сами будете в этом заинтересованы потому что бэкать мэкать ходить по организациям это первый вариант второй вариант если вы едете кому-то то вам помогут есть ребята за ручку с вами ходить никто не будет посоветую подскажут естественно если вот эти вот помогайте которые делают документы там все но вас встретят поселят там может дадут какой-то аванс так называемый залогу может быть а может быть и нет вот а может быть вы пошли деньги наперед на этом все и закончится аферистов полно поэтому в этом плане как бы сложно что-то советовать кому-то как-то искать через знакомых через друзей через проверенные или же через сайты министерства труда социальной политики там вакансии куча все но естественно вакансии чем вы более квалифицированный так естественно тем это вероятность вашего поиска будет быстрее и быстрее вы едете очень много приезжает не планирую тут остаться но не могу сказать если сам за всех но очень много случается так что после первого приезда домой накрывает волной вот депрессняк и потом когда возвращается едут второй раз понимает почему и буквально лет через пять меняется мировоззрение ли там мира ощущения как его правильно назвать если у кого-то здесь зацепился и получается никто не возвращается ну как сказать никто не возвращается кто об этом не думал да но вот так вот переигралась по крайней мере у меня так было домой рвался все хотел и все это теперь вот иногда такая посещает мысль там накосячишь чего-то но на вас сильно накосячить чтобы тебя поперли отсюда по моему ты разу надо сидеть вот раньше было по-моему пять раз в тюрьме сидеть надо было а сейчас три вот и после третьего срока тебя депортируют но это в том случае если у тебя нет гражданства если этот пмж вот так теперь немножко так по заработкам все будет упираться язык чем быстрее вы его выучить и тем больше возможностей у вас будет плюс естественно сыграет роль какой у вас какая у вас виза или вид деятельности или где вы работаете ну и естественно от профессии и как вы работаете вернее через кого у кого или как строительный сектор там все работается так называемые клиенты мафияне посредники и так далее прямо там можно будет работать или напрямую только если вы попадете вы будете крутой специалист и сразу попадете в какую-то строительную компанию крутую большую прямо но этим компаниям не выгодно с вами работать и оформлять вас так как все большие плюсы появляются после получения пмж там тогда у вас рынок труда открыт намного проще и с вами иметь трудовые договора или вести трудовую деятельность намного проще открывая все частного предпринимателя там свои нюансы и работают тут проблема в том что когда вы работаете не хотят почему прямо брать потому что у всех бабушки дедушки мамы дети жены а у некоторых по 2 по 3 по 5 и начинается через месяц уехал через два приехал когда приеду не знаю плюс половина работает нелегально плюс какие-то трехмесячные визы она вас вместо вас нужно кого-то найти поэтому ты работают с такими вот клиентами мафиянами и так всякими агентурами которые на ваше место найдут вам замену и кто будет вместо вас работать вот отсюда естественно и пляшет пляшет ваша заработная плата работайте напрямую официально ну слово официально само за себя говорит но деньги будут возможно меньше потому что платятся все налоги и так далее когда работаете через кого-то или там у кого-то естественно там плавает черный нал деньги как-то вам дают больше так как там эти все махинации вдаваться в подробности долгое и нудное оно вам 300 лет то есть вы получаете деньги на руку я со стороны вас ничего не волнуйте и за счет того что там это все мутят вы получаете больше но больше на сколько на 10 на 15 крон на пол доллара если это для вас существенно из каких-то соображений все таки приехали нелегалом то это так вот будет когда проходит месяц два-три и если вы действительно тот кто вы толковый дисциплинированный не любящий пива или там посиделки ночные ребята все будет рост происходит очень быстро за цены вам говорить не буду но на своем примере когда каждый год мне поднимали в свое время на 10 крон каждый год вот потом когда я уже пошел сам официально работать там уже была цена там скаканула сразу когда я уже получил этот пмж все цена сразу скаканула на 20 крон а там уже потом если вы просто работаете как по часовая оплата то от количества отработанных часов вот это если там я не знаю но вы с кем-то работаете допустим в какой-то бригаде вот а если вы мастер и у вас уже есть это пмж то вы открываете себе лицензию работаете от объема так называемый укол или по-русски это сдельщина по-чешски это укол вот ну сдельщина все вот объем работы вы оценили сколько как смогли вы посчитать не смогли то там ребята границ нету объем работы хотите берите себе человека хотите не берите хотите сам хотите с помощником хотите продать никому-то то есть это тут все присутствует существует и оно есть плюс сейчас пошли навстречу скажем так среднему слою или среднему бизнесу ну малому среднему как ее можно назвать вот раньше было так что если ты до 440 тысяч крон зарабатываешь в год то ты платишь подаешь отчет вот но не платишь налог годовой естественно там вот эти вот социальные там социальные и без страховки это оплачивается но ты еще отчитываешься в конце года до конца марта нужно отчитаться и тогда тебе налоговая тебе вот не налоговая подожди министерство финансов как правильно это его называть ну налоговая это налоговая не это все что связано с финансами Что вам насчитывает этот налог Нет Мистерства финансов Да, вот как-то по-русски тяжело так бы сразу сказать Вот И до 440 тысяч Это грубо говоря 20 тысяч баксов Плюс-минус там Вот, вы не платите А если после, то уже ж вам там Насчитывают там 15 И 21 процент Я в это не вникаю и делаю бухгалтер А сейчас делали так, что Повысили социальное и медицинское Страхование на тысячу То есть, если раньше там, допустим, я платил Что-то 4,5 в месяц Тысячи крон, а сейчас 5,469 Ну, естественно, это была старая цена 4,5, да Сейчас вот на уровень инфляции Каждый год же оно там плавает Допустим, было бы сейчас 4,800 там Все вместе А сейчас это сделали так Я плачу 5,469 на один счет Я уже не посылаю на разные счета Плюс Я не подаю отчет налоговый Мне не нужен бухгалтер Мне не нужен все До миллиона Делайте, что хотите Бомба В плане бюрократии Мне нужно было к бухгалтеру отнести отчеты Вернее, все платежки Второй раз пойти забрать Заплатить ей Вот Но мой бухгалтер стоит Обычно это стоит сотка евро Но мой дешевле Даже чуть меньше 100 баксов Не знаю, почему так Ну Года 4 я в нем живу Последних Перед этим был другой Вот Но все равно Вот, да Это экономия Если раскинуть Разделить на 12 Уже какая-то скидка Теперь Отнести Это нужно было В этот же Финочак этот Потом Отнести В социальную Отнести В медицинскую страховку Кошмар Ну все Дня мало Это все выбегать То есть И если я там где-то Переплатил 100-200 крон в месяц Да бог с ними, блин 5 баксов или 10 я переживу Но А, да И еще Я за год Экономлю На подаче Это На оплате налога Вот в прошлом Ну у меня в прошлом году Я Заработал там это Я платил по-моему Что-то около 10 тысяч Ну вот 500 баксов у меня останется Все Плюс Вот То есть это вот все Связано как С финансами И как там С оплатами И как Те кто работает Официально Даже в крупных компаниях Зарплата приходит До 10 числа Должны заплатить Вот За вас все заплачено И 8-10 числа Зарплата уже на счету Те кто работает Вот Вот у кого-то Или через кого-то Вот эти всякие клиенты Туда-сюда Там зарплата 20-25 числа Потому что Они Сделают Пошлют Свою фактуру Там Время За которое Должны заплатить Заплатят И Потом они платят Вам Вот Если вы будете Работать уже Как частный предприниматель Там где-то Чего-то С кем-то Как-то Договариваться Все Там уже у вас Будет договор И Время За которое Вам заплатят Уже указывается Индивидуально Бывают такие Компании Которые платят Аж до 90 дней Вот вы Месяц отработали И еще Выставили Так называемую Эту платежку Послали Это 10 числа Следующего месяца И вот От этого месяца 90 дней У них есть время Чтоб вам заплатить И такое бывало Бывало Что не платят Это Это присутствует Вот Ну тут же опять Если вы у кого-то И с кем-то И как-то То это уже на нем Или он вам заплатит Потому что вы работаете У него Или через него Или он вам не заплатит Потому что Не заплатили ему Но вас это Как бы не должно касаться Так как Вы работаете у него Или через него Вот Но Но это уже тут такое Вот Это Это нюанс Вот Сумма зарплат Или В час Оплата Ребята Кто как договорится Предприятия государственные Или там Не государственные Государственные Частные большие компании Там так вот В районе 105 110 120 Вот Кром в час Частный предприниматель Там уже начинается 150 Выше Если мастер То там Там метражи Вонят Вот Объекты Стены Там Там сумма Совсем Космическая Вот Плюс Если у вас Какие-то Допуски Уже есть Пожарные Электрические Это Там Еще больше Плитку Там Или вот Фасаду Хлопцы Делают Там Я не знаю Я вот как бы Это далек Вот от фасад От всех Я Штукатурные Дела Для меня Это Темный лес Не понимаю Ни гири Ни гипсокартон Ничего не знаю Немножко Ориентируюсь В сварке В электро Вот Плюс Какие-то Ремонтные Аварийные Работы Вот Там Шарю Ну а Аварийная Там Она От Это Как его Сказать Отталкивается Она От От Ночных Или Вечерних Выходных Плюс Сама Авария Это уже Дежурство Там Другое Там Суммы Скачут Астрономически Можно Приехать Открыть Дверь За Десять Секунд Стоп Баксов Положить В карман Ну а Обычно Так Где-то Так Семьдесят Восемьдесят Вот Поехать Канализацию Прочистить Да Вот Меньше Чем Две с половиной Тысячи Вот Сто Евро Я Не еду Забилась Канализация Все Это Это Машина Это Час Вернее Мое Время Машина Это Инструмент Вот Который Дорогой Все От Двух Споловных Тысяч Крон Это 100 евро Плюс Минус Там 95 Может Быть Вот Двери Открыть Еду Ну Смотря Если Там Уже Клиенты Которые Попадали Был у меня Клиент За месяц Три Раз Но Там Уже Опускал Цены Вот Потому Что Было Действительно Жалко За его Упасть Вот В сварщике Опять же Если Сам Работаешь Это Твой Газ Твой Инструмент Твоя Проволка Ну Все Да Там Там Может Быть Полторы Тысячи Кром В час Если Работаешь Где-то На Предприятии Ну Там Может Быть Там 150 200 250 Опять же Зависит От твоего Статуса Вот Если Ты Уборщиком Уборщицей Работаешь В компании Какой-то Ну Тебе же 120 Заплатят Если Ты Будешь Сам Работать Можешь 250 Поднять Ну Опять же Твой Инструмент Все Это Может И 350 Быть А Когда Что-то Вытопило Все Через Страховки Через Вот Эти Вот Компании Страховые Там Там Сумы Летают Ну Опять же Нужно Иметь Эту Машину Эту Инструмент Кто С тобой Поедет Или Сам Поедешь Или Это В общем Заработать Ребята При желании Элементарно Сумы Астрономические Потому Что Я Когда Там Где-то Читал За 27 Гривен И 10 Копеек Как он работает В час Это В Чехии 24 Крона 24 Крона Буханка хлеба Стоит 26 Да Или 27 Килограммовая Поэтому Это Это Страшно Сравнивать Что Можешь Даже Если За 100 Крон Работаешь Это В 5 Раз Больше Вот А Когда Приезжает Вот Так Сюда На Заработки Да Так Но Сам Борот За 100 Крон Работать Не Буду Ну Все С чего Как-то Начинали Я Никого Ни к чему Не Агитирую Не Нравится 100 Работайте За 150 За 250 Без Проблем Работа Есть Деньги Платят Естественно Есть Риск И Кидают Но Кидают Дебилы Потому Что Их Ловят Разными Способами Ну А Когда Когда Вас Кинули Не Надо Бояться Пишите Заяву И Вперед Вы Уже Попали В любом Случае Так Что Ну Вот Как-то Это Так В Общих Чертах Может Быть Кому Что Будет Интересно Конкретно Напишите Я отвечу Или Задайте Вопрос Я Сниму Про Какие-то Может быть Цены Может быть Вопросы Может Это Говорю Сразу С Агентурами С этими Не Помогу С документами Не знаю Оно Все Меняется Не Слежу Работаю В другой Сфере И Мне Это Не Надо Могу Может Там Что Где-то Чего-то Знаю Могу Подсказать Естественно Все Это Есть В Свободном Доступе В Информации На всех Сайтах На чешских Сайтах Есть Это Уже По-моему И в Русском Языке Там У них Не буду Точно Утверждать Но На Некоторых Есть На Министерстве Труда По-моему Есть Вот Плюс Плюс Вот Эти Как Его Хотел Сказать Так В Консульсе Там Все Написано Визы Ну Плюс Еще Корона Вносит Свои Директивы Суда Это Балку И Остаться Без Работ Никого Русскоязычного Вообще Я Все Сам Вот Сколько Я Отработал Ну Вот Десять Месяцев Я Отработал И Поэтому Я Очень Быстро Выучил Язык Вот А язык Вот Эти Все Курсы Ходить Платить Деньги Нет Выключаете Все Русскоязычное Что Вас Окружает Всякие Газеты Телефоны Все Чешский Телевизор И Работать С этими Как Ну И Естественно Если Вы Работаете В Чешской Среде То Научитесь Быстро Ну А Если Вы Работаете Только С Нашими То Естественно Вы Нахватаетесь Ихнего Акцента Ихних Исковерканных Слов Вот И Наши Как Работают Живут Все Вместе В Трехомнатной Квартире 15 Человек Работают Все Вместе Поставят Спутник Или Интернет И Все Русское Потому Что Потому Что У меня Такого Не было Я Толь Я Естественно Я Тоже Не знал К этому И Была Очень Долгий Путь К этому ПМЖ И так Далее И Все Будет Интересно Расскажу Вот Поэтому Язык Учится Быстро Если Если Соблюдать Вот Ну Или Хотеть Ну Или Плюс Какие То Соблюдать Оплатить День Это Но Если Вам Будете Писать Отчеты Хотя Я Тоже Так Научился Понятно Пишу С ошибками Все Пишу На ферму Все Никто На это Не Обращает Внимания Пишу Отчеты Там Как Пишу С Их Черточками Точками Закорючками Вообще Их Не ставлю Потому Что Вот Для Этого Нужно Заканчивать Курсы Чтобы Хоть Чего То Как Но Я Не Хотел Меня Все Понимают Древ Мне не выставляют Сделал Себе Там Европейские Все Нормы Такие Мне Нужны Были Сейчас Пойду Еще Учиться На Старое Колено Но Это Ребята Это Все Заработки Здесь Любая Бумажка Любая Печать Любой Сертификат Любое Это Я Себе Сделал Параграф И По Электрике Сделал Себе Эту Двери Могу Открывать Получил Сертификат И Ездил На Курс И Учился Сейчас Хотел Сделать Еще У меня Есть Сварка По Электродам Но Хотел Сделать Еще Себе ЦОчка Вот Но Этот Это Долбанная Корона Должен Был В феврале Уже Закончил Все Не знаю Если бы сдал Экзамен Не сдал Как бы учился Не знаю Но курсы Двухнедельные По 8 часов Каждый день Вот Два дня Теория День практики И потом Естественно Экзамен Вот Но перенес На май Потому что На конец мая Может там Следующий термин Там где-то в апреле Был Ну а я отпуск То возьму То откажусь От отпуска Ну На фирме Тоже там Это Посмотрят Криво Хоть и понимают Ситуацию Но все равно Потому что Нужно На себя Замены найти Или там Фирма Должна найти Так что Вот Ну а это Естественно Это твоя цена Это Твоя цена И плюс Расширяется Этот Твой спектр Работы Где ты можешь Себя применить И заработать Деньги Ну и естественно Цена Вот Я так вот Прикидывал Если вот Экзамен Я вот сдам И у меня будут Эти Этот сертификат Все Полторы тысячи В час Я меньше Просто не пойду А по полторы тысячи Это сколько Так Ну Ну это Где-то 80 баксов Чуть-чуть Меньше Ну а там Ну а вот Я смотрел Это Ну это же естественно Я буду сам На аварии Заказы Все Это Не где-то На предприятии Это я сам Ну а так Как я там Где-то В яме Смотрел Там Сварчик 24 Или 27 Гривен И 10 копеек То ли В проводоканале То ли Где он там Работал Это что-то страшное Вот Так что Вот Такие у нас Сегодня были Посиделки Если кому Что-то было Интересно И какая-то Информация Полезная Значит Даже если Кому-то Одному Значит Это все Было Не зря Ну а если Кого-то Что-то Интересует Где-то Спрашивайте Рад Отвечу Естественно То что Буду знать Так Ребятки Всем Спасибо За ваше Время И Всего Доброго Хорошие Люди Должны Пользоваться Хорошей Проверенной Информацией